Все живы в братья. Матфея 23,8. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Матфея 23,37. Параллельно Луки 13,34. И слова его апостолов. Любовь есть полнота совершенства. Колосиным 3 глава 14 стих. Любящий исполнил закон. Римлянам 13,8. Бога бойтесь, царя чтите, всех почитайте, братство любите. 1 Петра 2,17. В уважении предупреждайте друг друга. Римлянам 12,10. Умоляю вас, братья, будьте единомысленны, единодушны, говорите все одно и то же. Филиппийцам 2 глава 2 стих. Покажите в вере ваша рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. 2 Петра 1 глава с 5 по 7 стих. Будьте братолюбивы с нежностью. Римлянам 12,10. Вот почему все христианские народы по наклонной плоскости неудержимо катятся в пропасть анархии, кровавого потока хаоса борьбы всех против всех. Другая, столь же нелепая, хотя менее распространенная, а потом и гораздо менее очевидна зловредная крайность, состоит в христианском ревности не по разуму, когда требует буквального применения отдельных евангельских тестов и нравственных сентенций христианства по отношению к людям и строю жизни. В противоположность первому пониманию христианства это второе кажется настолько более возвышенным и симпатичным, что многие, возмущаясь первой ложью, не понимают, что и эта ложь способна оглупить веру не менее первой и оклеветать христианство до очевидного противоречия с самыми законными требованиями простого здравого смысла. Как только от красивых фраз переходит к осуществлению этого понимания христианства в жизни. Это особенно опасно теперь, когда большинство человечества отказывается от веры, а немногие ревнители веры готовы заменить прежнее своеверие этим новым своеверием и таким образом только подменить одну ложь другой и по-новому оклеветать Христа и Церковь Христову. Они протестуют против обоготворения буквы, неразумным исправлением недолжного к ней отношения в духе свободы и славы чад Божьих, а совсем ее отрицая, требуя бесформенности Церкви и жизни, в то же время по-прежнему не возвышаясь до любви к Богу всем разумением. По-прежнему не понимая ни христианского мировоззрения, ни христианского идеала, ни христианской этики, по-прежнему не признавая обязательным разумное устроение жизни на началах веры действующей любовью. Только выхватывают отдельные тексты Откровения и на букве их строят самые нелепые теории. Непротивление злу, пассивные анархии, обязательности для сынов света, широкое общение с сынами тьмы, все прощения в смысле благодушной уживчивости со злом и оправдания зла, милосердия в смысле, возможно, более бессистемной благотворительности и любви к врагам, в смысле признания братских прав за людьми, не признающими за собой никаких братских обязанностей, следовательно, в духе того же буквоедства. Буквоедство это неизбежно приведет к обнаружению в практике жизни того, что эта буква мертвящая, как и всякая буква, безразлична догмата, обряда ли или текста Откровения, пока она не будет одухтворена житворящим духом разумного понимания правды Божьей, любви Божьей, свободой воли и соответствующей ей нравственной ответственности, греховности свободы от Бога, неизбежности при живой вере жизни по вере, действующей любовью и христианского милосердия, а разумления любовью к Богу всем разумением. Остеречь от этого нового суеверия тем более необходимо, что представителями и проповедниками его являются такие популярные, авторитетные в глазах многих людей, как гениальный художник Граф Толстой и многие талантливые представители неохристианства из числа писателей, ученых-богословов и искренних пиетистов всяких оттенков. Основная ошибка их состоит в том, что они вместо одной буквы обогатворили другую, вместо буквы догмата и обряда обогатворили буквы отдельных текстов откровения. Причем некоторые из них, как Граф Толстой, уже совсем нелогично выхватывают из откровения тексты, им угодные, и совсем игнорируют и даже отрицают все тексты, им не угодные. На самом деле, каждый отдельный текст, хотя бы и евангельский, относится к Житворящему Духу Правды Божией, как отдельная буква, целому слову, выражающему собой разумное понятие. Нельзя выхватить букву из слова и строить на ней какую-либо теорию. Не прочитав всего слова, нельзя и выкинуть какую-либо букву для более верного понимания целого слова. Пока человечество не откажется бросаться от одной из этих крайностей в другую, пока не поймет, что Житворящий Дух Откровения в Верховной Западе братолюбие при свете любви к Богу всем разумениям, пока не признает нравственно, обязательно для себя разумно устроить жизнь по вере, действующей любовью, пока не поймет, что единое вечное добро в том, чтобы умы, сердца и жизнь становились достоянием Божьим, и что нет разумного христианского милосердия там, где этой целью не задаются, оно не перестает метаться между этими двумя крайностями, неизбежно разочаровываясь попеременно в той и другой форме своей вере, одинакового нелепого и зловредного. Вера не станет для него светом разума и не создаст стройный мир, добра среди глупого и злого хаоса жизни по обычаю мира сего. Зреет закваска Царствия Божия, непреложное обетование Спасителя мира, вырастает дерево христианства, вскисает святая закваска благодати, невидимо для мира, но более реально, чем весь остальной мир с его многообразными призраками земного бытия. Среди всей этой суеты сует, «Человечество в лице истинных представителей Церкви Божией возрастает от веры в веру, от любви в любовь, от разумения в разумение, постоянно под воздействием благодати, могущей действовать в них, и через них без насилия над ними, переходя к высшему пониманию правды Божией, к высшим эпохам разумного осуществления этой правды в личной жизни своей». После многих эпох, пережитых человечеством, наступают новые времена, о которых повествует нам святой Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Книга эта оставалась для меня непонятной, только пока я не понял Житворящего Духа правды Божией. При свете разумения я легко разобрал жизненную правду откровения святого Иоанна под покровом образной буквы, когда различил предсказания, отношаясь к судьбам церкви, торжествующей на небе, церкви, воинствующей на земле, и врагов церкви, друзей мира сего и сынов тьмы, антихристов, и отказался от узости исторической точки зрения, совершенно неприложимой к откровению вообще. Мне невозможно останавливаться до доли на том, что я понял в Апокалипсисе из предсказаний, точно осуществившихся ныне осуществляющихся, как невозможно изложить подробное мое понимание христианского мировоззрения, идеала и этики. Подробно все эти вопросы будут изложены мною в первых томах сочинения «Вечная истина и правды Божией», как ответ на вопрос, поставленный в моем сочинении «Что есть истина» под названием «Бог, Бога-человек и человечество», если мне суждено прожить достаточно времени для того, чтобы подготовить эти три тома к печати. Нарисую только, возможно, краткую картину грядущих судьб человечества по предсказаниям Апокалипсиса. После эпохи вооруженного мира и перехода от холодного оружия к взрывчатым веществам наступает эпоха критического отношения к вере и церкви. Точно измеряется храм-жертвенник и молящийся в храме. Раскрывается книга жизни. Ее ввелено съесть, причем становится сладкой на устах, пока читает, и горько в очреве, когда осознает необходимость переварить ее и стать исполнителями слова. Игла слышен был. «Выйди от нее, народ мой!» Начинается обособление сынов света от сынов тьмы. На земле брошены два серпа, и это называется первой жатвой. Наступает период страшных социальных потрясений. Восплакали купцы земли, которые все покупали и продавали, не исключая и тел, и душ человеческих. Наступает кровавый потоп, суд над великой блудницей, объединенным злом всего мира. После этого наступает не золотой век для всего человечества, а по логике вечного закона свободы параллельное развитие добра и зла в обособившихся друг от друга в обществах сынов света и сынов тьмы. По отношению к сынам света еще скован сатана. И они, обособившись от сынов тьмы и не участвуя более в их делах тьмы, настолько разумно осуществляют правду Христова в жизни своей, что он сам как бы над ними царствует, то, что и есть тысячелетное царствование Христова. С другой стороны, свободно организуется и зло, всячески злобствуя против организованного добра и отравляя ему жизнь в такой мере, что откровение говорит «Тут терпение святых, ибо умерших, пришедшие от великой скорби. Но Господь долго терпит, святой досветится еще, и скверный досквернится еще». После тысячи лет, означающих неопределенный, долгий промежуток времени, раскован сатана, он собирает злых, которых так много, как песок морской, и ведет их на стан святых и город возлюбленный. В это время и приходит Христос во славе судей живых и мертвых. Он отделяет овец от козлищ. Он творит новое небо и новую землю, и эту очищенную огнем, преображенную, осиянную славой Божией, Божью землю отдает овцам. Не сходит с неба новый Иерусалим, и исполняет обещания, кроткие наследуют землю. Наступает вечное блаженство, причастие жизни, любви, мудрости, всемогущества и славы Божией, в полном обособлении от зла и злых за стенами Иерусалима Небесного, непроходимой пропасти отдельной земли, ставшей достоянием Божиим и населенной исключительно верной Мимой любовью. Не видел того глаз, не слышал того уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2.9 Что же будет с остальными? Откровение говорит, идут сии в муку вечную, где будет плач и скрежет зубов, то есть будет продолжаться для них то, что мы теперь на свободе от Бога переживаем, вне дома Отца нашего Небесного. Не будем забывать, однако, что земной век человечества 70-80 лет, что в веки веков мгновение для Бога, что Церковь говорит о мытарствах, и что мы не смеем думать, что может быть Господь постыжен хотя бы в одном из своих созданий, и что мы более Его жалеем и любим блудных сынов Его. Для меня лично все ужасы земли только мера безмерного блаженства, уготованного для любящих Его, по сравнению с которым все эти ужасы мы благословим как спасительный для нас опыт жизни без Бога, и сознательно скажем, прав ты, Господи, во всех путях Твоих. Излагая мое понимание христианского мировоззрения, я, как видите, самого мировоззрения систематично не излагал. О многих очень существенных истинных веры, каковы догматы, таинства, учения Церкви и священной иерархии, я совсем и не упоминал. Говорить о них мне не было надобности, заявив, что я верный сын Церкви Православной, а следовательно, и принимая целиком ее учения, не менее меня вам известное. Мне предстояло излагать не христианское мировоззрение, а мое понимание христианского мировоззрения, останавливаясь главным образом на том, в чем мое понимание наиболее разнится от рутинного. Буду счастлив, если мне удалось убедить вас в том, что величайшее преступление христиан и величайшее зло в жизни христианских народов состоит в том, что молчаливо отвергнут Верховный Завет Христианского Откровения, заключающий в себе жертворящий дух всего вероучения, как и вечной истины правды Божии. Оттого вероучение распылено и не является для христиан светом разума. Оттого христиане ничего не упорядочили любовью, ни умы, ни сердца, ни жизнь. Оттого все в вере стало для них буквой мертвящей, распыленной христианские приходы и целой народы до хаоса грубой борьбы. И сами христиане являются себя позорной пыль, негодной для созидания правды церковной в жизни. Нет цемента любви, нет камня исповедания, не любят Бога всем разумением, нет и краеугольного камня в основании жизни церквей поместных. Светильники этих церквей сдвигаются, и они более не служат светом мира и солью земли. Сказать вам то, что разумило для меня веру в эпоху, когда столь многие во имя разума отказываются от веры, что сделало для меня из веры свет разума и дало мне совершенно определенное понимание того, что есть и путь, и истинная жизнь. Понимание, жизненная правда, которого все более и более переживается нами в деле трудового братства нашего. Было потребностью любви к Богу, правде Его и братолюбия по отношению к вам. Еще раз приношу искренне благодарность всем тем, кто заставил мне радость этого духовного общения с вами. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Аллилуйя! Продолжение следует... Продолжение следует...